Доброго времени суток! В Волгограде сейчас ночи, и я задолбалась грустить. Вот. Поэтому смотрите. Тынк! И... Как ним, да? Аллилуйя! Ну, это, знаете, нотка такого тупого юмора. На самом деле хуже людям, которые смотрят не меня, а, так сказать, с экранов своих телефонов или компов. А хуже людям, которые там, сзади улицы, да, тротуарчик, и людям, которые вот идут там. Представляете, каково зрелище, да? Идут и не идут. Идут в окне, короче, такая огромная женская жопа, да? В рождественских огнях. А это красота! С Новым годом наступающим, черт возьми! То есть еще такой ноябрь, но... Такое настроение неится, я уже задаю народу, который там ходит. Зрелище не очень. Но речь не об этом. Сегодня бы хотелось поговорить о людях, которые выросли в бабьей яме. Ну, что такое бабья яма, я думаю, вам нет смысла рассказывать. Вот. И сегодня не о женщинах речь. Вот. Ну что же, я же прекрасный пол буду оскорблять. Нет. Хватит. Давайте поговорим о мужчинах. Тем более, пример наглядный про тех же РСП из бабьей ямы, да и вообще, в принципе, какие же женщины, в принципе, могут вылезти в бабьей яме. Вы можете посмотреть у Лавлет, у нее это с юморком и без слов паразитов, как у меня. Вот. Ну, это такая небольшая рекламка была. На самом деле, давайте подумаем, какие мужчины вырастают в бабьей яме. И вот я так рассуждала, рассуждала, рассуждала на эту тему. И выводы, на самом деле, пришли очень-очень-очень грустные. Почему я об этом думаю? Потому что, как бы, у меня не бабья яма, да, у меня только я да сын, как бы ты да я да мы с тобой. Но, тем не менее, я часто думаю о том, какое воспитание может дать мужчине женщина. Вот. Вообще, это грустно, когда женщина растит мужчиной, а еще грустнее, когда группа женщин растит мужчину. Итак, начинаем. Первый вариант развития событий. Кого может вырастить бабья яма? Из мужчины, я имею ввиду. Из подрастающего мальчика. Конечно же, олень. Ну, это не секрет, я думаю, сразу все поняли. Это, как бы, номер один. То есть, это тире подкаблучник, тире тряпка, тире баба раб, да. Ужасные слова, ужасные понятия. И, как сказать, вроде мем смешной, да, а ситуация страшная. Вот. И, честно говоря, это печально. То есть, мужчина, он просто потеряется в женском обществе. И если он попадет в женский коллектив, то просто все, у него крыша потечет. Им будут пользоваться бесконечно, все все будут унижать, топтать. И счастье его, в принципе, так сказать, в семье, оно обречено. То есть, скорее всего, жена будет изменять, просто юзать его. Он будет сидеть с детьми, там чистить сопельки, там, не знаю, носы, да, готовить, жрать, мыть полы и прочее, 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 да. Пока вот жена будет заниматься своей личной жизнью. Хотя ее личная жизнь – это семья, представляете. И вот таких примеров среди моих знакомых, на самом деле, очень-очень много оказалось. Когда я начала вести вот эту страницу на YouTube, я не могу назвать это блогом, это немножко другое. Вот, и, собственно, я начала контактировать с подписчиками. И вот, да, то есть, очень много разведенцев, вот именно таких товарищей, которые говорили, ну, почему у тебя вкладывался в семью, да, а меня по факту юзали просто. На данный момент ответ напросился сам собой. Я никого не хочу обидеть. Как бы, я потом объясню, в принципе, почему я сама человек такой, немножко, скажем, дефектный, почему я не научилась строить отношения. Хотя я из полной семьи, и все хорошо, как бы, в этом плане. Проблемы, на самом деле, глубоко и далеко спрятаны. Вот, но все-таки давайте про выходцев из Бабьи Ямы. Второй тип мужчины, это из серии Боевой Олень. Это, знаете, как, есть, собственно, тип, который, там, ради Бабы я порву, и прочее, 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 да, и, ну, уже рассказывали про таких людей. Вот, но это еще не страшно. Это еще не самое, такое, так сказать, фееричное. Цветочки. Да, а ягодка дальше. Такие мужчины, на самом деле, могут агрессивно относиться к другим мужчинам, потому что их приучили, ну, как же, женщины, это же дар Божий, да. Но такие мужчины могут и убить свою жену. И вот недавно случай был, собственно, когда Баба довела мужика, и, как бы сказать, ну, поругались, поругались, она пошла в салон красоты. Он пришел и всадил ее до хренища пуль. Вот, вот и пожалуйста. Женщины же, да, а тут своя Баба. И, соответственно, ее можно убить, отлупить и просто вывести все нахрен то зло, которое он накопил в детстве. Отличный вариант развития событий, да? Воспитали бы мужика. Извините за мат, меня просто проперло. И один из, тоже, в общем-то, грустных таких вариантов развития событий, тоже, он последний и тоже печальный. И это человек, который никогда не построит свое счастье. И с таким человеком я очень долго общалась. И, ну, сейчас, как бы, его жизнь, вроде как, пошла, так сказать, на лад, да, потому что он сближался от этой сраной Бабьи Ямы. Но, тем не менее, ситуация такова, что последний вариант развития событий, это когда человек растет в Бабьи Яме, да, он, конечно же, обязан своим женщинам, безусловно. Он ресурсный олень, он добытчик, он лох. Лох, которого используют все вот бабы, которые в семье. Ну, это, знаете, это вот, когда говорят, муж в семье, да, он там вот на правах собаки, на правах лоха, да, когда бабы его используют, да, и за никого вообще считают просто. Просто вот, ну, как пустое место, да, бабки переносит, и все, пошел нахрен. Вот. А это немножко другое, ну, ребенок же бы что, нужно же растить человека, в ребенка вкладывается. Только вкладывается до поры до времени, когда мальчик подрастает, его начинают так же использовать, как гребаного ресурсного оленя. И все. И ты не имеешь права построить отношения, да что, я же всю жизнь на тебя потратила, я же уложила за тебя столько, теперь ты мне помогай. Вот так обычно делают такие женщины. И все. У мальчика чувство вины, и, конечно, он начинает вкладывать в баб, в своих баб. Он, говорит, ресурсный оленя, все. И пошло-поехало. То есть, пожалуйста, на шубку оплатить кредиты, оплатить коммуналку, сам хоть как чему, ничего себе не берет, ну, он же, ты что ж, ну, надо женщинам помочь своим, конечно. А то, что ты семью построить не можешь никак, нет. Заведомо любая женщина, которую он приведет, это враг номер один. Они, хитрожопые дамы, не покажут этого. Нет, ты что, когда же у нас внуки будут? А что ж ты девочку не приведешь? Когда ты, наконец-то, женишься? Да, они так и будут говорить. И всем окружающим они будут жаловаться. Вы знаете, наш Петя Вася никак не может жену завести, да. Что-то у него не получается. Ну, парню не везет, вот кур вы одни вокруг, вот сволочи просто. По-любому так говорят, понимаете, по-любому. А на деле немножко по-другому происходит. Как только Петя Вася привел жену в дом, начинается долбанное месиво. Она проститутка, шалавая, не такая, страшная, уродливая, и детей она не может заиметь, и прочее-прочее. И вообще вот у нее там кошечка когда-то сдохла, все, короче, она не такая, все, она нам не нужна. Нет, 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 партия негодная, все. И он верит. А потом, когда он понимает, что вроде как по раздреванию приходит, да, и он так понимает, черт, что там, блядь, не клеится, да. И он начинает отстаивать свою бабу, он начинает защищать ее. Они начинают действовать по-другому. Они идут в обход, как нормальные солдаты. То есть, минуя вот этого Петя Вася, они начинают контактировать с его особой и говорят, а ты знаешь, наш Петенька Васенька детей иметь не может. Он тебе просто об этом не признается. Но ты знаешь, ты такая хорошая девочка, мне тебя жаль. И такое, блин, тоже бывает на самом деле. Вот серьезно. И, конечно, девочка сливается, мол, что она подумает, что он детей иметь не может, да, что все. Как мужчина он не состоится. Так она еще понимает, какие бабы его окружают. То есть, если у нее сейчас немножко мозг варит, да, маргарин из завода. Ну, это для тех, кто знает. Вот. И если немножко, собственно, она понимает, да, вот всю эту ситуацию, она понимает, что нахрен надо валить, пока целая. Все, то есть, любая нормальная женщина, видя вот этого вот месила, да, она либо заберет этого мужика и скажет, слушай, давай, короче, мы с тобой нахрен на другую планету от вот этих вот. Да? А если, собственно, ей это нафиг не нужно и есть вариант получше, конечно, она скажет, да, тебя и твою бабью яму, короче, я строю счастье. Одна на другую планету с новым ресурсным оленем. Вот. И поэтому бабья яма страшна именно вот таким образом для подрастающего поколения. Почему я об этом заговорила? Потому что сейчас очень много меня окружает именно мужчин. И у кого-то после развода, да, женщина ушла и, соответственно, ну, как воспитывают ребенка, где с мамой, с бабушкой, да, и вот там начинается вот это вот женское царство. А есть такие вот ребята, точнее, я двоих только знаю, где один вдовец, вот, а второй развелся с женой и там мамы, бабушки, сестры, тетки, они как бы помогают воспитывать детей. И вот у обоих как раз мальчики. И это страшно на самом деле. Это очень-очень-очень страшно. Я просто все чаще смотрю на вот это все, да, и мне страшно растить сына. Трижды я буду бабой с яйцами, да, вот все-таки я начинаю понимать, что ничего хорошего лично я одна ему не дам. А надеяться на то, что там его поможет дальше воспитать общество, это, знаете, серия, как кинуть дитя в воду и сказать, плыви. Ну, тонешь себя такая, что там. То есть, ну, опять-таки, пока малышу два с половиной года, есть еще возможность как-то прикрыть тылы, вот. Но я опять перевелась из стрелки на себя, эгоизм какой, вот. Но все же дети, которые растут именно в бабе и яме, это печаль. То есть, если есть желание, да, пожалуйста, мы можем разобрать и девочек, которые, да, вышли с бабе и ямы. Всех вот этих РСП-шек, к которому я отношусь. Вот, но я, правда, не с бабе и ямой, я просто РСП, вот. Но, тем не менее, всех принцесс можно, можно, ну, без проблем все это обсудить. Вот. Но оленяшек, которые появились с бабе и ямой, как бы вы узнали, и... Не хочу никого убить, возможно, кто-то узнал в себе, да, вот этот тип, который перечисленный, да. Кто-то узнал людей, которые рядом с вами, да. Кто-то переживает за детей своих, то есть это нормально, это естественно. Ничего зазорного в этом нет, да, и... Ну, все проблемы, они идут из детства. То есть, поэтому, собственно, да, это можно бесконечно обсуждать, но ситуация такова. Вот. Опять-таки, как я всегда люблю говорить, что... И, кстати, я никогда не буду вставлять вот эту картинку серии, там, что я никого не хотела обидеть, там, благо, благо, дисклеймер, нет. То есть, я в видео, как живой человек, я вам скажу, что я никоим образом никого не хочу задеть и обидеть, нет. То есть, просто мысли вслух, я просто подумала, и я никогда не пытаюсь нести какого-то негативного помыслу. То есть, я стараюсь быть доброй, то есть, я, может быть, конечно, человек в целом не очень, но я все-таки пытаюсь быть доброй. Вот. И я реально никого не хотела обидеть. Просто это как пища для размышлений, либо просто я делюсь с вами мыслями, которые у меня в голове вот иногда бывают. Вот. В любом случае, всем добра-бобра и до следующего видео. Вот. Всех целую. Пока.